В год 145-летия со дня рождения Константина Бальмонта и в 70-ю годовщину с даты его смерти для ценителей творчества поэта произошло знаковое событие. Делегация из 23-х человек, куда вошли ивановские писатели, сотрудники шуйской гимназии номер 2 и музея имени Бальмонта, побывала в небольшом городке Нуазилигран, где похоронен наш земляк. Идея посетить Францию родилась в стенах писательской организации. Ну что там, сиротливо, одиноко Константину Дмитриевичу в своем Нуазилигран, а ведь надо бы, наверное, посетить, если мы не имеем возможности пока перенести, заняться переносом праха его на родину, ну это не наша компетенция, но хотя бы посетить. И вот эта идея неожиданно обрела крылья. Началась переписка с французским посольством властями Нуазилигран. Участники предстоящей поездки начали откладывать деньги. Дорогу и проживание каждый оплачивал самостоятельно. Возможность увидеть своими глазами бальмонтовские места во Франции привлекла многих. Посещение могилы Бальмонта для меня было самым главным. Вот я поехала туда именно ради Константина Дмитриевича Бальмонта. Много раз мы читали свои стихи и в школе, и в музее, и на открытии вот этих вот фестивалей знаменитых. Но там это, конечно, была точка такая. Уж не знаю конечную, но это была точка. На кладбище Нуазилигран состоялась панихида. В священниках служил молебен на русском языке. Российская делегация привезла на могилу Константина Бальмонта горсть Ивановской земли. Когда стоишь на этом тихом кладбище Нуазилигран, охватывает пронзительное чувство причастности. Они не ожидали, мне кажется, французы такого яркого проявления, такого мощного проявления вот этого чувства соотечественников, причастности к поэту. Они, я думаю, что даже, может быть, и не подозревали, какой человек нашел пристанище вот в их земле. Мотивы у тех, кто хотел поехать во Францию, были разными. Тот и мечтал увидеть Париж, знаменитую Эйфелеву башню. А для кого-то это была возможность почтить память талантливого родственника. Нуазилигран встретились потомки Бальмонта из России и США. Для меня поездка вообще была удивительной и очень значимой, потому что Константин Дмитриевич Бальмонт, он родной брат моего прадеда Александра Дмитриевича. И побывать, и отдать ему дань Константину Дмитриевичу для меня было очень значимо. Власти городка Нуазилигран оказали Ивановцам радушный прием. Землякам Бальмонта показали дом, где он провел последние годы жизни. Есть даже площадь и красивый сквер, названный в честь поэта. А вот в Шуе именем Константина Бальмонта до сих пор не названа даже улица. Когда мы были в этом городке 65-тысячном, где Бальмонт доживал свои последние годы, и восхищались красотой, чистотой, благоустройством и всем прочим, а я вспоминал Шую, которую вот едва-едва уже в последние дни более-менее привели в порядок. Она все лет вообще, по ней невозможно было проехать. Эта поездка дала повод и другим грустным размышлениям. Если вдруг власти города Нуазилигран захотят приехать в Россию и посмотреть бальмонтовские места здесь, то вряд ли впечатления окажутся самыми светлыми. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.